Оборудование в областном клиническом онкологическом диспансере работает на износ. По сравнению с 2021 в минувшем году в три раза больше проведено магнитно-резонансной томографии. Рентгеновские исследования перешагнули отметку 13 тысяч в год. Для повышения эффективности работы закуплен передвижной рентгеновский аппарат типа С-Дуга. Через него уже успело пройти 4 пациента. Одно из основных преимуществ новой рабочей лошадки – снижение лучевой нагрузки на пациентов и персонал. Этот аппарат применяется в диагностике и лечебных манипуляциях для установки внутривенных портов, для непрерывного химиотерапевтического лечения, а также для через кожного, через печеночного дренирования. Большая проблема онкологии заключается в том, что пациенты с опухолями гепатодональной зоны часто выражены. И чтобы раздренировать эту желтуху, мы используем наш аппарат, и хирурги наши дренируют именно под контролем С-Дуги. Еще одна обновка – современный маммограф. Таких в России всего несколько. Новый аппарат позволяет выявить опухоль на самой ранней стадии. За последний год врачи смогли верифицировать новообразование всего в 3 мм. При этом процедура стала морально удобной для пациенток. Болевые ощущения снизились, а время диагностики занимает всего 10 минут. Этого удалось добиться благодаря приставке для выполнения стереотоксической биопсии молочной железы и функции томосинтеза. Томосинтез условно можно назвать компьютерной томографией молочной железы. Это послойный срез, который потом обрабатывается компьютером, и мы получаем как бы 3D-изображение. Соответственно, если ранее малообразование могло быть прикрыто тканями молочной железы, то в данном случае попадает в срез, и мы это маленькое образование можем уже визуализировать. Рак молочной железы занимает лидирующее место по заболеваемости и входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире. Регулярно проходить маммографию рекомендуют женщинам после 40 лет один раз в два года. Ранняя диагностика повышает шанс на благоприятный исход. В онкологическом диспансере этот показатель сейчас составляет 58%. Это касается всех видов новообразований. Мы пытаемся донести до населения, до жителей, до пациентов всю необходимую информацию по профилактике рака, ранней диагностике, возможности их лечения. И это способствует, конечно, сохранению жизни, сохранению здоровья. Вообще считается, что мы можем предотвратить до 30% случаев рака. В минувшем году в областной онкологический диспансер поступило 13 единиц оборудования по нацпроекту здравоохранения. Финансирование на 4 года составляет больше миллиарда рублей. Благодаря этому учреждение может выполнять все целевые показатели и улучшать статистику. Важный показатель, который говорит о качестве лечения онкологических больных, это показатель одногодичной летальности. Или он говорит о том, сколько больных умирает на первом году после того, как им установлен диагноз рак. Этот показатель у нас сейчас составляет 20%. В Ульяновской области до 28 февраля проводится месячник «Вместе против рака». Его цель – повысить внимание общественности к недугу. Для этого пройдут профильные пресс-конференции, встречи и круглые столы. Для специалистов проведут обучающие семинары и лекции. Также 10 и 17 февраля будет работать горячая линия, где ульяновцы смогут задать все интересующие вопросы. Обратиться можно по телефону на экране с 10 до 11 утра.